День Города День Города С полученными рваными ранами голени она была доставлена в медицинское учреждение города В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и других оперативных служб города Информация о расстреле автомобиля, ранее появившаяся в интернете опровергнута Лобовое стекло было пробито насквозь осколками взорвавшихся деталей автомобиля Подробности происшествия смотрите в завтрашнем выпуске программы День Города Эпопея с парковкой у вокзала Рязань-1 не прекращается Как только она стала платной, начались колебания Оставить бесплатные 15 минут или нет В результате в преддверии Нового года время для посадки все же сохранили Судебные разбирательства, жалобы граждан, а им все нипочем Парковка у вокзала Рязань-1 продолжает свою работу Несмотря на то, что по решению Рязанского суда арендатор должен был освободить участок земли до 9 января Парковка остается на прежнем месте Арендатор выполнил только одно условие С 12 января вернул бесплатное время И то на месяц позже, чем было обговорено Позавчера приезжал, маму встречал Заплатил, сейчас я смотрю, бесплатно написано Нет, было платно, сегодня я приезжаю, там написано бесплатно 15 минут Да, у нас появилось первые 15 минут Также у нас плата теперь стала 50 рублей за полный и неполный час Напомним, что раньше стоимость одного часа парковки составляла лишь 20 рублей С чем связано подражение, пока неизвестно Также владелец парковки ранее утверждал, что 15 минут – слишком маленький отрезок времени За который люди не успевают высадить пассажиров и покинуть стоянку Из-за чего на территории образуются пробки Именно по этой причине было отменено бесплатное время Сейчас почему-то такой проблемы нет Они успевают высадить пассажиров и, соответственно, успевают за это время выехать По крайней мере, это успевает процентов 90 Долго стоит, но в основном те, которые либо машину оставляют, либо заехали кого-то встретить И приехали за полчаса до прибытия электрички Напомним, в июне 2016 года областной арбитражный суд расторг договора аренды земли И обязал компанию освободить территорию Арендатор обжаловал решение в 20-м арбитражном апелляционном суде, который в декабре поддержал первую инстанцию Следующая апелляционная инстанция – арбитражный суд Центрального округа Предприниматель заявил, что до завершения разбирательств стоянка продолжит работу Чипирование домашних животных в европейских странах давно стало такой же нормой, как прививки от бешенства Предлагают эту процедуру и в России Некоторые владельцы давно воспользовались возможностью вживить микросхему своему любимцу Процедуру проводят, кстати, не только для кошек и собак Чипируют птиц, ящериц и даже рыб Зачем это нужно, разбиралась Анна Герцовская Сегодня в одной из ветеринарных клиник эта пятимесячная кошечка прошла через процедуру чипирования Ее хозяйка – заводчик канадских сфинксов Татьяна Шитова считает, что процедура необходима для всех домашних животных Самое главное – это идентификация животных и поиск его владельцев Потому что в жизни бывают разные ситуации, и не только собаки, но и кошки иногда теряются Кошка может выпрыгнуть из окна, кошка может выскочить в дверь, хозяин может не заметить Благодаря чипированию мы можем найти владельца и уменьшить количество потеряшек в нашей стране Животным под кожу вводится специальный чип размером с рисовое зерно Он обработан антимиграционным покрытием, что предотвращает отторжение и перемещение микрочипа под кожей Процедура выполняется, как обычная инъекция, практически не вызывает болезненных ощущений У меня вот сфинксы, они обычно даже и не реагируют, то есть они там заживают это все элементарно Маленькая эта дырочка, она закрывается абсолютно самостоятельно, никаких рукцов и шрамов Хотя у меня как бы животные голенькие, то есть и шкурка неприкрытой шерсти В этот же день животные чувствуют себя хорошо Одного такого чипа, на который занесена вся информация о нем и его владельца, хватает на всю жизнь животного Сейчас процедура выполняется в России все чаще, ведь во многих странах чипирование обязательно Для вывоза животных из территории России, естественно, это обязательно Ни одна страна просто не примет это животное, но и наши таможни его тоже не пропустят Для всех животных существует единая база данных Так что если чипированный редкий попуга без ведома хозяина улетит за границу Иностранцы, скорее всего, считают с него данные и свяжутся с владельцем Даже в эту клинику часто люди приносят потерянных чипированных животных Специальный прибор считывает его номер и в базе данных моментально отображается вся информация о хозяине Что касается, например, нашей Рязанской области, это опять же очень важно Мы обязательно чипируем до прививки от бешенства То есть, опять же, и доктора, и животные потом уезжают Мы точно знаем, что именно это животное было привито от бешенства А ситуация с бешенством, сами знаете, не очень благополучная И в стране, и в нашем конкретном регионе Еще один плюс При покупке породистого животного заводчик не может обмануть владельца И подменить выбранного питомца Планируется, что в России в следующем году будет создана единая система Идентификации домашних и фермерских животных Согласно проекту приказа Минсельхоза Маркировать можно будет как одно животное, так и группу Например, в случае с пчелами Всю пасеку разом Животному будет присвоен уникальный 15-значный буквенно-цифровой идентификатор Маркировать животных можно будет по-разному С помощью чипа, бирки, татуировки и других методов В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше Чем приказ вступит в силу Под исключение попадают и дикие звери, обитающие в естественной среде Русская Православная Церковь отмечает сегодня день на Вечерие Господня или Крещенский Сочельник Это вечер приготовления перед большим церковным праздником Богоявления Когда вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечи в реке Иордан Сегодня в преддверии Великого праздника Богоявления Господня или Крещения Нескончаемые потоки верующих тянутся в храм, чтобы поставить свечи, помолиться и осветить воду Которая в эти праздничные дни наделяется особыми чудесными свойствами Воду на Богоявлении освящают два раза Накануне 18 января в Крещенский Сочельник Чином Великого освящения воды, которую еще называют Великой Агиасмой И второй раз в день Богоявления 19 января на Божественной Литургии Сегодня освящаю воду, которая по своему составу одинаковая Но она получает особую благодать в эти дни Потому что и 18 и 19 в день Богоявления Господня Люди приходят за водой, чтобы прежде всего очистить себя от всякой сквер Крещенскую воду вкушают натощак, по ложечке, по чуть-чуть Встал человек, перекрестился и спросил благословение у Господа на начавшийся день Умылся, помолился и принял Великую Святыню Если предписан прием лекарств натощак, то сначала принимают святую воду, а потом и лекарства Потом завтрак и прочие дела Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов А если в такой воде искупаться, и вовсе происходит очищение Все благочестивые обычаи с каждым годом привлекают людей к этому все больше и больше И также сегодня всю ночь будет совершаться освящение воды у нас на Ореховом озере Сегодня в ночь верующие будут нырять в специальные купели А вот последователи зимнего плавания начали праздновать крещение заранее и купаются уже в сочельник Вообще мы всегда купались, но до тех пор, пока лед не встанет А вот как-то, когда лед уже стоит на пруду, мы никогда не купались Потому что некому было прорубь рубить А вот здесь, вот мой второй раз, ощущение великолепное, всем советуем, будьте здоровы Трое неделю купаюсь Сколько уже раз? Ну вот, пятый раз окупнулся Еще будете? Конечно буду, елки Так понравилось? Конечно понравилось, видите, стою нормально Греческое слово, переданное на славянский и затем на русский языки словом крещение Более точно следует переводить как погружение Иоанново крещение было, по сути, очистительным омовением Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста Ну, история всего праздника, она значима для всего христианского мира Так как сегодня, в сегодняшний день, благодать Божия сошла на реку Иордан Так как в нее вошел Спаситель мира Праздник относится к числу двун и десятых и любим людьми Те, кто не собирается купаться в проруби, все равно приходят в храм за святой водой Уже сегодня, в преддверии Богоявления Пришла очень рано и почувствовала я вот необыкновенную благодать Вот такая благодать, что я всю службу, хотя я плохо спала сегодня Я ее всю простояла, а мне уже не так мало лет Мы вообще сюда ездим, мы питаемся только такой водой Набираем 20-литровые бутыли и дома питаемся только такой водой А купаться сегодня не собираетесь в проруби? Нет, здоровье не позволяет Ну, уважаю это чувство, считаю, что это правильно Надо храм восстанавливать Они, церковь, наверное, все-таки учит добру, смирению Поэтому хожу Купаться будете сегодня? Нет Здоровье не позволяет Так бы с удовольствием Иордань – это специальная купель, вырубленная в любом водоеме И освященная в день крещения Господня На Руси испокон веков удалые молодцы Окунались в эту купель и даже плавали в ледяной воде Считалось, что таким образом можно смыть себя все грехи Но церковь учит, что очиститься от грехов можно только через покаяние А купание – это всего лишь традиция, к тому же необязательная к исполнению Но если вы все же решились окунуться в ледяную прорубь Помните, что делать это надо разумно, учитывая свое состояние здоровья А вот ожидают ли нас крещенские морозы – большой вопрос Синоптики выражают сомнения по этому поводу Традиционные для середины января свирепые холода, скорее всего, минуют нас в этот раз Зима в этом году приносит сюрпризы сюрпризом На смену аномальному новогоднему теплу пришли лютые морозы Которые, впрочем, довольно быстро сменились вполне комфортными показаниями термометров А вот улицы завалило снегом Теперь, согласно традиционному природному графику, должны нагрянуть крещенские морозы Впрочем, синоптики обещают, что лютыми они совсем не будут Ночью 19 января погода на территории нашего региона будет обусловлена влиянием гребня западного антициклона Поэтому осадков не ожидается, а градусники покажут от 10 до 12 мороза А вот уже днем 19 января мы окажемся на южной периферии обширного североатлантического циклона Ожидается небольшой снег, местами слабая метель, ветер порывистый Температура воздуха по области составит минус 3, минус 8 градусов, в Рязани минус 4, минус 6 20, 21 и 22 января под влиянием атмосферных фронтов этого циклона ожидается снег Различной интенсивности Также местами по области метель и ветер будет усиливаться до 12-17 метров в секунду А температура воздуха еще немного повысится По предварительным прогнозам ночами ожидается в пределах 5-10 градусов мороза Днем минус 1, минус 6 Интернет-мошенничество давно заняло свою нишу в криминальной жизни общества На уловки аферистов попадаются совершенно разные люди А способов обмануть честной народ с каждым разом все больше и больше На этот раз полицейским удалось вычислить жительницу Рязани, которая организовала в социальной сети магазин детских товаров Получала от потенциальных покупателей деньги, а вот покупок не получил никто Всего мошенница обманула мам со всех уголков страны на полмиллиона рублей Поступило заявление от женщины, которая сообщила, что в отношении ее были произведены мошеннические действия На тот момент еще не установленным лицом Смысл данных мошеннических действий заключался в том, что она заказала товар через социальную сеть одноклассники В одной из групп многочисленных по продаже товаров И соответственно данный товар ей не пришел, а деньги предоплата за этот товар была перечислена в размере 100% После поступления первого заявления, аналогичные заявления стали приходить на электронный адрес управления Министерства внутренних дел по Рязанской области С разных концов страны нашей, в том числе такие там города были, как Томск, как Севастополь И соответственно была доставлена к нам в следственное подразделение В этот момент мы уже возбудили уголовное дело по признакам состава преступления Предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации То есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере Рязанец Андрей Фетискин решил стать участником онлайн проекта на выживание В Сибири запустят шоу в стиле голодных игр Участники проекта будут выживать в тайге зимой, а проект транслироваться по всему миру Шоу Game to Winter начнется летом и на протяжении 9 месяцев Выживающие должны будут обеспечивать себя едой, обустроить жилье и взаимодействовать в коллективе Возможно придется научиться защищать себя и от диких животных Каждый участник дает согласие на то, что он может быть покалечен и даже убит Андрей к испытаниям готов и считает, что человечность и способность строить отношения – залог того, чтобы справиться С суровым условием всегда можно привыкнуть и пропитание всегда можно добыть А вот построить взаимопонимание в ограниченном коллективе – это самая сложная и самая такая задача Андрей Фетискин родился в селе Веретье, он рассказал, что его детские годы прошли на природе Во взрослом возрасте любовь к природе осталась и, пожалуй, даже усилилась Мужчина немало времени проводит в лесу И считает, что тайган – это следующий интересный этап единения с природой И, конечно, способ попробовать свои силы в непростом деле – полном испытаний Прежде всего, хотелось бы проверить себя и проверить силу духа и свои способности Поэтому это, наверное, главное, то есть это моя мечта Сейчас Андрей занимается научной работой и участвует в создании установок для лечения онкологических заболеваний И просит всех, кто хочет помочь ему в достижении своей мечты – проголосовать за его кандидатуру на сайте проекта А конкуренция действительно велика Желающих отправиться в Сибирь уже набралось очень много Заявки поданы со всего мира На этом у меня все Оставайтесь с нами Я прощаюсь с вами до следующих выпусков И желаю вам хорошего завершения дня Субтитры подогнал «Симон»